Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин и он не шагает, он едет вновь в Казань, вновь с милой, доброе утро, встречать Новый Год. В общем, ребят, вот так вот, вне города, ну как, в городе, но вне города, работаем. Весной Казань была, летом Казань была, теперь зимой брать ее будем. Зимняя Казань. Ну, немножечко суровенько выглядит, но потому что это привокзальная зона. Вы смотрели мои предыдущие ролики, вы знаете, что здесь хорошо. В общем, ребят, мы приехали сейчас заселяться, а потом дела всякие делать. Работаем! Перед тем, как мы заселимся в наш хостел, опять, кстати, капсулок, в прошлый раз он нас вообще не разочаровал, надеюсь, в этот раз будет так же миленько, приятненько и уютно. Так вот, перед тем, как заселимся, хотел обратить внимание на два момента. Один касательно Казани, о котором я в прошлый раз и сказал, второй это забавное наблюдение. Так вот, насчет Казани. Как я говорил, тут достаточно медленно, и это очень понятно на примере трамваев, которые идут от вокзала. Вот что в тот раз, что в этот раз, мы заходим, садимся, там, этот, как его, господи, кто билеты продает? Кондуктор. Кондуктор, обязательно татарин. У них, кстати, по-моему, почти все кондукторы татары, именно пацаны и мужики. И вот он сидит, он видит, что мы зашли. Никуда не встает, потому что вот сейчас нас двое, в прошлый раз было трое. И вот мы можем проехать несколько остановок, и только когда зайдут люди, еще, вот тогда вот он встанет, подойдет, ну и давайте уж и платите. Ладно уж. То есть вот эта вот нерасторопность и такое вот отношение, оно, в принципе, очень сильно видно на трамвайках. Это первый момент. Забавности города. Второй момент. Я не помню, говорил ли я в начале ролика, какое сейчас число. Сейчас 30-е. 30-е декабря 23-го года. Обозначил. А теперь, почему забавно. Для вас ролик идет буквально вторую минуту, плюс-минус. А для меня прошло почти, сколько, 8 часов. С момента начала первого включения. И всякие разные события. Соответственно, я уже не помню. И этот кадр вставляется не на монтаже. А пересматривать я не буду, потому что тогда не будет этого момента. Вот такая вот забава. Не надо мне так смотреть. Вот смотрите, вот смотрит на меня осуждающе. Он понял, что сказал? Я, я гений. Сейчас вышли из костела и направляемся куда именно? Кушать. А куда мы кушать? Чубетей. Чубетей. По итогу тюбетей оказалось в данном случае на фудкорте. Не страшно, все равно поесть надо. В итоге, вот что здесь по ценам. Вот итог. Соответственно, цены божеские. Ну, то есть, если сравнивать с теми же самыми, кто у нас. Бургер Кинги, эти вкусные точки и так далее и тому подобное. Ну, вот вам цена. Плюс-минус одно и то же. Соответственно, сейчас поедим. Может быть, по этому торговому центру просто продвижимся. И пойдем на разведку к Тяше, которая является главным ЗАГСом Казани. Потому что там планируется главная елка на Новый год. Будем смотреть, как завтра туда пробираться. Ну, и, соответственно, заранее, можно сказать, занимать места. Ну, и, как всегда, ребят, работаем. По итогу, черный чай. Травяной я вас попросила. Какой-какой? Травяной. Она украла уже у меня кусок мяса. Мое сердечко, да? Попал. Травяной чай, капучино, чечевичный суп, татаро-греческий салат, суп лапша. Лапша. И этот, как он? Ну, короче, это какой-то их, как они это называют, что-то там бургер. Сейчас, сейчас. Кистый... Короче, это какой-то бургер с вяленой кониной. Вот. Сейчас. Пожелать нам приятного аппетита. Вот. Надеемся, что мило все это осилит, а я посижу, посмотрю, да? Ну, что ж. Спасибо, что пожелали нам приятного аппетита. Мы поели. Все съели. Все было нормально. Не сказать, что это 10 из 10 и 3 здесь 20 лета, нет. Но нормально. Особенно за 1130 с чем-то рублей. Вот. Сейчас направляемся к чаше. Вот, кстати, зимняя Казань. Не центральных улиц. Вот так. Огоньков не хватает. Может быть, ближе к чаше будут. В общем, гуляем. Шагаем шаги. В самом начале видео я сказал, что это не Рышкин шагает, а Рышкин едет. Покер передумал. Рышкин шагает. Работаем. Ну, что ж. Нашли мы до, как понимаем, главной елки Казани. Выглядит это вот так. Я уж не знаю, слышно, что она поет, потому что у меня шумодав. Но, поверьте, она поет. Ну, а вот так вот выглядит с этого берега ночная такая вечерняя Казань. Вон там Кремль. Сейчас мы вам его приблизим. Кремль, мечеть. Вот этот дворец, как Дима выразился, гномов. Дима, тебе привет. Земледельцев дворец. Да, Эхмил? Да. Вот. И, соответственно, ну вот чаша. Все знакомые нам лица. Эмилчик. В общем, завтра к 12 часам ночи мы сюда подходим. И, соответственно, встречаем 2024 на улице в республике Татарстан, в столице, в городе Герой Казань. 1015 лет, да, Казань? Или 1018? Я забыл сейчас это, шрифт подправлю. Ответьте в комментарии. Ответьте в комментарии. В общем, как-то так. Сейчас в планах понять, что именно находится вот там. Ну, вот эта вот импровизационная деревушка. Может быть, глинтвинчик взять. Согреться немного, хотя температура минус 7. Падает снежок. Ветер. Не сильный. Тепло. Для зимы тепло и комфортно. Спасибо, что смотрите. Мы продолжаем движение. Ну и, как всегда, ребят, работаем. В общем, проникли мы вовнутрь. Вот сама елочка. Джош Майкл играет. Ну и, соответственно, как было, где они? Вот. 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 Домики с едой. Назовем это так. Завтра, я думаю, может быть, что-нибудь здесь тоже отснимем. Но народу будет, естественно, во много раз больше. Поэтому сейчас точно пройдемся, покажем, что именно здесь находится. Чтобы не в хаосе человеческих тел. Вот небольшие карусельки там для детей. Горка. Ну, тройная такая. Соответственно, сама елка. Милая, любимая. И тут даже небольшая сцена есть. Ну и, скорее всего, есть подозрение, что со стороны Кремля будет салют. И, соответственно, можно будет посмотреть. И мы будем, скорее всего, смотреть все-таки оттуда, чтобы и на елку, и на Кремль. Самое главное, я надеюсь, что ютуб меня не забанит за то, что здесь Джош Майкл, блин, играет. Ну вот. А еще небольшая, отличительная черта Казани. Мы встречаем уже не первый раз. Елка на домах. Они на дома ставят елки. Вот так вот тут. Работаем. В общем, ребятушки, это Глинтвейн, который мы сейчас там взяли внутри за 300 рублей. Вот такая классная кружечка на безалкогольном вине. Милая это прочитала тогда, когда я это уже оплатил. А я это не прочитал, потому что просто увидел Глинтвейн на вине. Это типа, о, бухнем внутри. Херушки. Но мы же хитрые ребята. А как вы помните, Рыжкин шагает со старым Кёнигсбергом. Соответственно, Мила придумала замечательный коктейль под названием Тёма. Не спрашивайте, почему. Берется Глинтвейн безалкогольный. Почти не на безалкогольном вине. Ну и что, естественно, мы туда добавляем старый Кёнигсберг. Обманочку совершаем, да? Коктейль Тёма готов. С наступающим вам всех. Ваше здоровье. По итогу вечер мы решили закончить, пройдясь по Бауманке, зайдя в коммуналку, соответственно, поужинать и выпить их авторских коктейлей. Естественно, проехались на метро, куда же без него. Вот у них станция метро Кремлёвская. Видите, как миленько. С башенками. Сейчас покажем вам предновогоднюю Бауманку, потом пить в 10 и, по-моему, спать. В общем, зашли на Бауманку и чуть не упал, блядь. Выпуск был без мата до этого момента. Тут тихо. Подсветили, конечно, улицу. Но с учетом того, что, как правильно Мил заметил, сейчас не лето, выносных мест у кафушек нет, соответственно, достаточно тихо. Ну и плюс, как правильно, опять же, замечено, сейчас большая часть людей, скорее всего, за продуктами, вот, и гуляющих не так много. Но завтра тут, видимо, будет человек и все-таки. Ну, не факт, что мы, кстати, завтра здесь будем. Ну, а пока, опять же, коммуналка нас ждет. Работаем. Как вы слышите, это так вот мило начинает кушать картошку. А может, не слышите. В общем, закуску принесли. Это да, если что, мы в коммуналке. Это милинг коктейль. Поход. Если вам меня вообще слышно. Это мой открытый урок. И сейчас, в общем, ждем еще горячие блюда. Посидим, попьем, поедим. Как вы помните, это заведение я вам уже показывал в прошлом выпуске. Что поменялось, меню расширилось. И теперь нельзя курить. Обычные сигареты, только электронные. Потерпим на улицу. В общем, для всех жителей и не жителей, а гостей Казани советуем посещать непосредственно коммуналочку. Так? Вкусно. Коммуналка позади. Посидели, попили, поели. По три коктейльчика, по одному горячему блюду и закускам. Вот чек вам на экран, чтобы было четкое понимание касательно ценовой политики данного заведения. Может быть, кого-то укусит, может быть, нет. Но, опять же, повторюсь, посетить стоит и жителям, и гостям. Сейчас, соответственно, немножечко пошарахаемся по Бауманке. И в хостел спать. Отмачивать ножки с нами, чтобы готовиться к встрече 2024. Да? Работаем. 24 на 7. Рыжкин шагает, все-таки не может обойти вас без... Хотел сказать, маркетплейса. С наступающим, господа. Пусть шагается мягко, как по снежку. Мил, нажми на верхнюю кнопочку, чтобы был итог дня. 24 562. Отлично. У нас начался второй день, а я залез на второй этаж капсловка, в котором не было в прошлый раз 4 месяца назад. Соответственно, вот экран, лесбище, потолок, всякую и лестница. Сейчас в планах где-нибудь перекусить, поехать на Бауманку, там дальше разделиться и найти себе, точнее, друг другу тайные подарки. Потом опять собраться, вернуться, помыться, поесть и на елку. И 2024. Работаем. Как сказал ранее, вышли. В общем, под Новый год казань нас радует пышным снежком. Скажи что-нибудь. Вот снежок. Вот снежок. Вот снежок. Вот снежок. Везде снежок. За ночь нападала. В центр. Работаем. В общем, мы набили свои животы в Сайгоне. Достаточно хорошая забегаловка вьетнамской еды. Чек, наверное, я уж не помню, нет, не сфотографировал. Соответственно, просто сам ценник вышел на 1600 рублей. Я думаю, мы даже завтра туда зайдем, дабы еще раз поесть. Потому что недорого относительно тех порций, которые мы получаем. Сейчас мы разделились. Мила вышла в ту сторону Бауманки. Я иду вот туда. Цель накупить всякой странной штуки, типа как подарок на Новый год. Потом сперяться под подушку в хостеле. И после уже елки друг другу подарить. Маленькие такие чудные чудеса творим. Вот. Ну и как всегда, ребят, работаем. Буквально полчаса осталось до четного года. 20-24. Да. Мы собрались. Как видите, красивые. Ну, за курточками не видно, но поверьте. Вот блесточки. Кстати, видно. Сейчас направляемся пешкодралом к елке, идти минут 15-20. В общем, под самые почти что залпы придем. Выберем местечко и начнем встречать. Ну и как всегда, ребят, подписывайтесь на канал. Да, и работаем. Сейчас наш президент объявил, что 2024 год объявлен годом семьи. Я даю к чему, буквально пару мгновений и встречаем четный годик. Работаем, ребят. Именно из такого образства всех поколений с каждым из общего. А вот сейчас начал снимать просто. Короче. Вот первое, видимо, видео 20-24. У нас там, короче, аппаратура хуйня. Донатьте на новую. Работаем. Ага. Либо салют работает, либо елка. А мы всегда работаем. Вернулись мы в хостел. Сейчас постараюсь негромко, потому что тут как бы другие люди есть. И наше празднество продолжается супер столом. Ну, вы посмотрите. На, 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 на. А, сейчас надо еще винцу открыть. Вы их подержите. Пожалуйста. Я постараюсь быть максимально элегантным, как итальянец. Вот так. И вот так. Это у нас молодая Португалия? Угу. Нет, это Италия. Ну, похер вообще. Райчиньо-морчиньо. С наступившим на всех. Аминь. 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 Зашли перекусить. Почему опять? Потому что в первый раз все понравилось, все было хорошо. И, соответственно, первую трапезу в году начали с Вьетнамки. Пока что у нас супчики. 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 Будем, ждем еще салат горячее и по два пива у нас. Вот их традиционного. Опять вышло недорого. 1650. Я думаю, сфотографирую чек. Сюда сейчас ставлю, чтобы было понимание. Это к тому, что данное заведение советуем. Вот. В планах на сегодня фиг знает что. На улице минус 150 миллионов градусов. Постараемся куда-нибудь дойти живыми. Вот. А завтра последний день, соответственно, будем выселяться. И завтра будет минус вообще миллиард градусов. Поэтому вообще ХЗК доберемся до вокзала. Но постараемся. Вот. Сейчас едим. Потом ночная замерзшая Казань. Ну и как всегда, ребята, работаем. И опухаем. Принесли горячее блюдо. Видите, она там даже дожаривается. Лапшичка у них в этом чугуне. Вот такое вот. Это салат для моей любимой жены. Вот моя любимая жена. Опять с красивыми глазками. Блестит. Мой бриллиантчик. Да, у меня сегодня какое-то вот такое опухшее, хорошее настроение. И замечательная шапочка, да? Ватсап гачи бой. Все. В общем, мы продолжаем. Пожелайте нам приятного аппетита. Вам тоже желаю приятного аппетита, если едите. Вот. Работаем. Ага. Плю. Пошел 15-й месяц зимы. Мы стали частью всемирного куска льда. Но при этом дошли до Кремля. Соответственно, вот. И вот там тоже все ярко украшено. Сейчас немного походим, позамерзаем в Кремле. А дальше видно будет. Скорее всего, двинемся в сторону хостела, дабы посидеть, потупить свинчиком и распланировать последний завтрашний день Казани. Вот. Как-то так. Ой. Работаем, ребят. Работаем. Ну и естественно, раз мы в Кремле, то вот вам и главная мечеть. Так вот она выглядит зимой и ночью. В принципе, ничего необычного. Как и в другие времена года. А вот лавочки. Здесь много чего можно купить. Здесь шаурму можно купить. Здесь солянку. Вот здесь, видите, шеф Юрьев и Акзамов ссорятся. Вот. Тут видно, что семечки продают. А тут совсем стало ясно, что мы ебнулись. А вон там, вон там, армяне в нарды играют. Мой последний тезис вы услышали, да? Секи подоплески. Секи армяне, они проиграли просто. Нардом. Ну, да, скотч надо. Ютуб гибаньте меня, пожалуйста. Короче, устали мы замерзать? Да? Будем постепенно двигаться домой. Работаем. Настал очередной день. Наш последний на этот раз вот здесь в Казани. Вещи заложили. Моего лица не пугайтесь, я понимаю, оно выглядит как мать атомной войны, но, блин, чё поделаешь? Вот у нас истерика, да. Просто немножечко приболел. Сегодня на улице, как я и говорил, опять там минус миллиарды градусов. Вот, надеюсь, не замерзли, потому что одежда-то у нас не прибавилась, температура упала. Сейчас в планах быстренько опять дойти до центра города. У нас вообще, в принципе, этот приезд в Казань, он такой центральный, мы по центру со мной гуляем, надо перейти, дойти до центра, вот, там быстренько перекусить, ну, и, соответственно, вернуться на вокзал, забрать вещи из камеры хранения, влюхнуться в электричку и ехать в нижний к своей постельке, к своим котикам, и вот это вот всё. В общем, работаем, ребят. Буквально 20 минут до отбытия, мать атомной войны, поймал температуру. Вот, надеюсь, до города доживу. Поэтому всё, продуктивная была Казань. Надеюсь, 24-й год тоже был продуктивным, как у меня, у Милых, так и у нас. Ну, и, как всегда, ребят, работаем, не будьте нормальными, не будьте рациональными. Всем спасибо. Всем не слой.